Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области ищут подрядчиков для ремонта дорог на 2 миллиарда рублей. Информация о конкурсах появилась на сайте госзакупок. Их объявлено сразу 5. Цена каждого контракта в пределах 400-450 тысяч рублей. Всего выделяется 2 миллиарда 100 миллионов рублей, сообщает источник онлайн. Победившие подрядчики будут ремонтировать дороги в Малмышском, Кельмесском, Оричевском, Верхошижемском, Яранском, Зуевском, Советском районах. А также участки трасс от Кирова-Довятских полян и от Кырчан в сторону Кельмези. Победители определят в сентябре этого года. Вести работы они будут в 2023 году. В Кирове открылся первый магазин местных продуктов. Там продаются изделия, изготовленные исключительно в нашем регионе. Это фирменный магазин Кировской потребкооперации с названием «Кооп-Лавка». Находится он на Некрасово, 38. На полках магазинах хлебобулочные, колбасные, кондитерские изделия, рыбная продукция, а также безалкогольные напитки от местных производителей. В областном правительстве надеются, что этот магазин положит начало развитию целой сети точек с местной продукцией. Также в регионе идет работа по развитию площадок для реализации промтоваров от кировских производителей. В эфире «Экономика». Кировские школьники начинают изучать финансовую грамотность. С этого учебного года ее элементы включат в различные предметы. Так, на уроках общества знания детей познакомят с различными вариантами страхования и банковских вкладов. На математике научат рассчитывать налоги и составлять личный финансовый план. Кроме того, школьники узнают, как распознавать схемы мошенников и поймут, как им противостоять. У школьников будут формировать навыки безопасного поведения при совершении финансовых операций. Их научат анализировать доходы и расходы семьи, рассказал заместитель управляющего отделением Киров Волговятского главного управления Банка России Андрей Абухов. Все больше детей пользуются банковскими картами, мобильными приложениями, оплачивают покупки в интернете. Знания основ финансовой грамотности помогут им безопасно пользоваться финансовыми продуктами и услугами, принимать финансово грамотные решения и защищать свои права. Ранее отмечу, занятия по финансовой грамотности в школах были только факультативными.